Вы молодцы, работаете неплохо, в каком-то смысле вы образец для Витебской области, да и для страны по отдельным вопросам, в том плане, как надо выстраивать хозяйство. Посевы хорошие, замечаний почти нет, ну, я особо не вникал в детали, но думаю, коль вы люди крепкие, надежные, значит у вас будет все в порядке. Ситуация сейчас складывается такая, что нам надо кровь с носа этот и следующий год сработать хорошо в сельском хозяйстве. Почему? Потому что ваша продукция, особенно за пределами страны, стоит больших денег. Цены на продукты питания подскочили неимоверно. Для сельского хозяйства, прямо говорю, наступил такой золотой век. Сколько он продлится, никто не знает. Но я убежден, что этот и следующие годы это будут нашими, те, кто занимается сельскохозяйственным производством и производит продукты питания. Поэтому, как бы ни было трудно, вы должны в эти годы взять свои деньги. Для того, чтобы поправить материальное положение, где-то с кредитами рассчитаться, ну и машинный двор построить. Да, и дорогу уж мы договорились к тому комплексу, надо уже заодно забетонировать, чтобы была надежная дорога. Ну и дальше спокойно работать. Берегите себя и смотрите на своих детей. Если только у ваших детей есть такая струнка к земле, пусть они на земле работают. Будут здоровыми, будут на месте, может быть даже и под присмотром. Поэтому советую вам, чтобы они работали на земле. Да, здесь не сладко, здесь всегда трудно, но здесь интересно. Я уверен. Вам еще раз спасибо за то, что вы рискнули работать в сельском хозяйстве и работаете. Знаю, что все складывается не совсем просто, но ваше хозяйство неплохое. У вас в руках все для того, чтобы жить нормально. Если у вас ко мне есть какие-то вопросы, я постараюсь ответить. Добрый день, Александр Георгиевич. Недавно Министерством образования была озвучена инициатива по введению учреждений образования школьной формы. У нас, как у родителей, возникает соответствующий вопрос. Это ассортимент, доступность, ну и, конечно же, цена. Слышал, об этом широкого распространения не получила, но обязательно займусь этим вопросом, вот так, как вы сказали. Доступность, цена. Обещаю, что никто там на карман работать не будет. Должно быть масса разнообразий. Не должно быть, как в советские времена, ни влево, ни вправо. Да, не должно быть разбешенности, как там у нас модно шаг говорит, дресс-код, да? Да, поэтому в школе тоже. Но не надо загонять детей в какое-то узкое пространство. Это разнообразие должно быть достаточным. Обещаю этим заняться. И посмотрим по цене. Я не думаю, что там кто-то будет загибать цену, потому что на детях у нас, особенно школьники, да это и подконтролим все. Займемся. Первому сентября мы отрегулируем этот вопрос. Спасибо большое. Поэтому, Аня, не переживай. Главное, чтобы было, кого одевать в эту одежду. Спасибо большое. Александр Григорьевич, вот вы всегда уделяете очень пристальное внимание развитию села и регионов. И благодаря этому у нас создано, и не только создано, и развиваются сотни новых агрогородков. И вот условия жизни, которые в них созданы, инфраструктура, они способствуют притоку кадров и закреплению молодых людей на селе. Но при этом, вот как вы считаете, что еще нужно сделать, чтобы вот молодые люди стремились в сельскую местность? Вы знаете, если будут нормальные условия жизни, это прежде всего, и работы, люди сюда придут. Я в свое время столкнулся с вопросом излишней рабочей силы. Это хуже, чем недостаток. Мы тогда для женщины швейные мастерские какие-то делали, подсобные промыслы, так они назывались, создавали, чтобы удержать людей. Особенно жена работает, мужику делать нечего, мужик работает, жене делать нечего. Избыток был приличный. Это страшнее, чем дефицит. Ну и дефицита быть не должно. Но я к чему клоню, что вот у нас за спиной комбайн. Он один работает, а раньше их должно было быть 8-10 постарше. Люди помнят эти Нивы наши, еще и Колос какой-то притащили. Да и Дон 1500, последние советские эти комбайны, это ничто по сравнению с последним комбайном, который вы купили. Сейчас один комбайн заменяет. Поэтому мы будем все равно, как и во всем мире, идти к тому, что численности населения, население избыточным не будет. Будут только те, кто должен работать. Так ладно, я еще придерживаю колхозы, совхозы, по-старому говоря. А если бы все порезали на фермерство, перевели, так представляете, что тут отток еще больший бы был населения. Этого делать не надо. Мы спокойно, не сокращая фермерские хозяйства, где-то больше, где-то меньше. Кто-то уходит из фермеров, кто-то приходит и так далее, и так далее. Кому-то редко, но передаем убыточные колхозы, совхозы. Но население все равно будет сокращаться. Я пытаюсь удержать эту численность населения. Хотя, когда смотришь по статистике, у нас же значительно население сокращается. И его достаточно, потому что техника другая приходит. Но надо хорошее условие труда. Когда принималась первая программа модернизации села, я настаивал на том, чтобы были агрогороды. У них есть стандарты. Дом культуры, магазин, где-то кафе, столовая и так далее, и так далее. Вот это нормальные условия труда. Но они будут ничто, если не будет хорошей техники, хороших комплексов, машинный двор, зерноток. Если не будут хороших, условия труда не будет. Ну, хорошо, поселишь ты в агрогородке его. У нас, кстати, вначале был перекос. Агрогородки создали. А технологии и техника отставала. Мы сейчас начинаем подтягивать. Я думаю, это процесс не быстрый. Все-таки это не одно хозяйство, а их тысячи. Но за пятилетку страна будет другой. И в сельском хозяйстве тоже. Если воспользуемся вот этим моментом, когда продукты питания у нас подорожали. Во всем мире. Поэтому условия надо нормально создавать. И больше ничего. Ну, а люди сами будут выбирать. Уже хлынули в город. А там же и с работой не так просто. Уже некоторый отток пошел. Побежали за границу. А сегодня 95% они уже пишут открыто. Хотят назад вернуться. Вот если бы Александр Григорьевич простил и открыл границы после 2020 года, 95% бы вернулись. Ну, я не против, кто в тюрьму, кто куда, кто что заслужил. Надо возвращаться. Вы там не проживетесь. Поэтому не теряйте землю. Надо, чтобы она была под ногами. Это не те времена, что я учился или вот по старшей люди. Совсем другие времена. Но надо понимать, что дети, государство в чем-то поможет. Притом мы помогаем так, как ни одно государство в мире. Хотя мы не самое богатое государство. Поможем с детишками. Но вы должны понимать, что дети это ваше. Это выражали этих детей. И вы должны прежде всего за них отвечать. А потом государство. Вы же не скажете, что у нас со здравоохранением для детей плохо. Мы колоссальные деньги вложили, чтобы поднять здравоохранение. Посмотрите по ковиду. У нас результаты, мы их видим, лучше, чем в любой другой стране мира. А хуже всех в Америке. У них богатые Соединенные Штаты Америки. У них хуже всех. Выдержали, молодцы. Образование. Я только что говорил. Мы же создаем равные условия для всех. Я всегда ориентирую вузы. Вы посмотрите на глубинку. Вы смотрите на регионы. У них, у детишек не такие возможности, как в Минске. А мы вузы минскими заполонили, школьниками. И студенты, как только заварушка какая, они в первых рядах. Конечно, потому что они не от земли. Они не видели этой жизни нормальной. Поэтому я ориентирую, чтобы с регионов и в руководство страны. Берем с регионов людей. Чтобы наверх поднимались отсюда люди. Руководители страной, министрами были и так далее. У вас же хороший руководитель. Вот я субботину говорю, ты просмотри, с нему его уже пора отсюда забирать. Он же вырастил не одного человека. У него вон, когорта молодых ребят, специалистов, которые готовы возглавить хозяйство. А ему надо туда наверх двигать, чтобы он контролировал такие хозяйства. И воспитывал таких руководителей. Но это, я говорю так, свое мнение. Уже вы как тут решите? От него зависит. Он может сказать, я не хочу, я буду здесь. Поэтому неплохо бы было иметь таких руководителей побольше. И наверху. И их надо поднимать наверх. Чтобы они понимали, как жить, что делать, как работать. Поэтому будем закреплять вас на селе. Но и желательно, чтобы вы душой были с этой землей. Если ваши дети будут так привязаны к земле, им никакое закрепление не надо. Они приедут, получат образование, специальность. Придут к руководителю вот такому. Скажут, я готов у тебя упереться и делать вот это. Ты мне помоги дом построить. Любой руководитель всегда это сделает. Вот это надо. А это что? Это ваше воспитание. Как вы будете воспитывать своих детей? Спасибо. В ваших обращениях вы часто поднимаете вопрос по обслуживанию и ремонту дорог в малых городах и сельской местности. Скажите, будет ли продолжаться в условиях санкций поддержка государства по ремонту местных дорог? Не просто будет. А мы должны усилиться сейчас. Для асфальта нужен битум. Основа это битум, так? Это нефть. Санкции против нас, против России, ее с избытком. Так что нам мешает произвести битум? Что касается бетонирования, я сторонник этого. Бетон есть бетон. Цементных заводов у нас огромных три завода. Я их модернизировал в свое время полностью. То есть, почему сегодня не строить дороги и не ремонтировать? Нам то есть строить их немного надо. Нам надо эти содержать. Мы приняли программу. Программу строительства и модернизации местных дорог. Мы не отстаем. Там тысячи, тысячи километров дорог. Модернизируем, восстанавливаем. И нет у нас причины, чтобы свернуть под какими-то санкциями эту работу. Будем ремонтировать. И особенно местные дороги. От районного центра до агрогородка за пятилетку все дороги должны быть двухполосные. Нам не надо там автобаны. Но в хорошем состоянии. И от области до всех районов дороги должны быть нормальными. Поэтому, Егор, не волнуйся. Дороги будем строить. Спасибо. Спасибо вам большое за этот разговор, за эту встречу. Приятно было с своими родными людьми встретиться, посмотреть на вас. Успехов у вас. Не болейте, главное. И берегите своих детей. Остальное купим. Александр Григорьевич, разрешите мне от лица нашего коллектива, от себя лично, поблагодарить вас за ту отеческую, я бы сказал, заботу за село. За ту программу республиканскую, которая сегодня работает, работала и работает в республике. Благодаря этому, сегодня мы видим, заходя в магазин, что глаза разбегаются и от молочных продуктов, и от хлеба, и от мясных изделий. И мы уверены в том, что мы не только себя кормим, мы сегодня и хорошая валютная заработка для республики. Юбилейный не остался в стороне. И вот наша продукция, а вот наше сало, это лучшее сало в республике, потому что оно выращено на горохе. Вот, и поэтому, вот, разрешите вам преподнести... Спасибо, большое спасибо. Обязательно, вот, я уже посмотрел на вашу корзину, ездить захотел. В 7 часов позавтракал, думаю уже, ну попробую ваше сало. Спасибо огромное. Всего доброго.